Добрый день, уважаемые коллеги. Я невролог Маслова Дарья Александровна, Институт онкологии имени Петрова. И надеюсь, что сегодня наша встреча будет интересной, так как речь пойдет о иммунопосредованных осложнениях, о нейротоксичности. Как уже обсуждалось сегодня, иммунопосредованное нежелательное явление – это побочный эффект иммунотерапии, который вызывает активацию иммунной системы и повреждение нормальных тканей органов и систем. И, в частности, поражение нервной системы, которое подразделяется на поражение периферической, центральной нервной системы, вегетативной нервной системы. Конечно, периферические повреждения встречаются в два раза чаще, чем центральные. Но одни из самых часто встречающихся, наверное, являются одними из самых редко встречающихся в популяции. Не каждый невролог, наверное, в своей жизни встречал и разные виды миостыни, грависы, и асептические менингиты, и энцефалиты, и разные виды синдрома Гиена-Баре. Тем не менее, здесь их можно встретить. Частота их действительно не так редка, как казалось изначально, когда говорилось об 1-2%. Сейчас количество увеличивается до 12-15%, что возникает чаще при комбинированной терапии. Но при этом по-прежнему тяжелые осложнения третьей степени и выше – это не более 1% пациентов. При этом летальность, она получается, что соизмеримо с миокардитами, с кардиологической патологией, ввиду комбинации неврологических осложнений и миозитов. Также возникают определения, что является миозитом, что понимают под этим коллеги, называя какую-то патологию миозитом. Может быть, это и миостынии туда попадают, и другие неврологические осложнения. Поэтому получается так, что количество их соизмеримо с миокардитами. Как видно из графика, возникают они, как правило, остро или подостро. Да, действительно, симптомы возникают от 4 до 8 где-то недель. И только то, что касается гипофиза, это гипофизит и гипобититаризма, они встречаются через где-то 3 месяца. Это уже более позднее осложнение. Более 50% неврологических осложнений возникают на фоне терапии ПД-1. Около 25% – это комбинированная терапия. И по 10% остается на антипиде Л1 и на стиле 4. Механизмы повреждения нервной системы, сегодня об этом уже Алексей Витальевич упоминал, это и аутоиммунные реакции, и усиление предшествующих иммунных реакций, направленных против опухолей и против центральной нервной системы. Ну и также терапевтические антитела, которые распознают молекулы мишени на резидентных клетках нервной системы, таких как эндотелиальные клетки, клетки микроглии, астроцитов, где высока экспрессия ПД-1. И вызывают локальное повреждение посредством комплемент-зависимых и клеточно-зависимых токсических механизмов. Примерно вот так вот и выглядит механизм. Хотелось бы отдельно остановиться на некоторых интересных, редких осложнениях, которые встречаются. Церебральный воскулит сопровождается поражением стенок артерий. Для более крупных артерий известна такая болезнь, как болезнь Токаясу. Поражение с артерией среднего калибра – это гранульматос вегенера. Здесь же все же речь идет о изолированном церебральном воскулите мелких артерий. Очень сложная для диагностики. По МРТ будут видны микроочаги кровоизлияния, лакунарные инсульты. По ликвар будет это лимфоцитарный плеоцитоз. Но установить такой диагноз в действительности возможно не более чем 60-65% случаев. Заболевание развивается подостро. Клинически мы уже видим головные боли, судорожные припадки, какой-то очагово-неврологический дефицит, нарушение зрения, слуха, иногда рефлекторные порезы. Поперечный миелит. Он, как правило, комбинирован вместе с оптиком миелитом Девика. Развивается также он подостро, реже остро, чаще после на фоне терапии ПД-1, анти-ПД-1. Это заключается в домилинизации структур спинного мозга на уровне шейного грудного отдела позвоночника, с домилинизацией зрительных нервов одного или двух. И, соответственно, клиническая картина, исходя из этого, будет начинаться с нарушения зрения. Это будет слепота на один или два глаза, головные боли, боли в шейном-грудном отделе. Ну и дальше будет формирование нижнего парапореза с нарушением функции тазовых органов. Как видите, в диагностике всё опять очень непросто. Довольно большой спектр обследований нужно провести такому пациенту для того, чтобы определиться, что с ним происходит. И офтальмологическое обследование, и МРТ головного мозга, и орбита, и шейный, и грудной отдел позвоночника, будем смотреть, и довольно большая панель паранеопластических антител, панель щитовидной железы, утренний кортизолок, ЭТГ. Не так просто определиться с таким диагнозом. Синдром гигиена Борре, наверное, более известен. Коллега – это прогрессирующая, нарастающая слабость, симметричная, с выпадением рефлексов, реже с чувствительными нарушениями, которая может закончиться трагически, с нарушением дыхания. Поэтому чем быстрее мы определимся, что происходит с пациентом, всегда тем больше шансов. МРТ позвоночника мы делаем только для исключения компрессии корешков. Люмбальную пункцию мы ожидаем повышения белка. Делаем электромиографию, где должны увидеть характерные для данного заболевания исследования изменения. Также можно посмотреть антитела. Ну и, безусловно, без нейрологического осмотра довольно сложно определиться с диагнозом. Меостения гравис – острое стояние, нарушение нервно-мышечной передачи. Постепенно, чаще начинается с зрительных нарушений, с двоения, с слабостью век, дальше нарастает слабость в конечностях, больше это в вечерние либо ранние утренние часы, присоединяются бульбарные нарушения, и опять-таки опасна она миостеническими кризами, сопровождающимися дыхательными нарушениями и неотложной помощью. Выявить, конечно, заболевание, чуть заподозрить его чуть проще, но, тем не менее, довольно большой тоже спектр получается обследований. Это антитела на антихолиностеразные рецепторы и к поперечно-полосатым мышцам. Это МРТ головного мозга, электрокардиограмма. По электронейромиографии мы смотрим непосредственно декремент-тест. Ну и также обследование на электролиты. Надо помнить, что с миостенией всё очень непросто, и довольно много препаратов запрещены для использования. Чуть более подробно хотелось бы остановиться на энцефалите и в дальнейшем на менингоэнцефалите. Энцефалит проявляется воспалением вещества головного мозга, паренхемы. И в основном зависит от того, клиническая картина, какие структуры головного мозга пострадали. Могут быть корковые или подкорковые изменения. Тогда больше мы видим психоорганический синдром. Для лимбического энцефалита характерны психоорганический синдром и судорожный синдром. При струиатоме это будут экстрапирамидные нарушения. Но довольно часто встречается МРТ-негативный вариант. Для обследования необходимы МРТ головного мозга, электроэнцефалография и анализ спинномозговой жидкости. И точно так же обследование на паранеопластический энцефалит, на целиакию. Для асептического менингита он возникает так же остро в течение 6-9 недель. Симптомы характерны так же, как и для энцефалита и головные боли. И могут быть когнитивные нарушения и нарушения походки. Но при этом есть менингиальные симптомы. И общая мозговая симптоматика. Это и головные боли, и лихорадка, и симптомы менингита. Необходимо обследование пациента более подробное. Люмбальные пункции, МРТ головного мозга. Для того, чтобы установить диагноз асептический менингит и энцефалит, это всё же диагнозы исключения. Вначале пациент должен быть обследован, должны убедиться, что это не бактериальный и не вирусный. Точно так же есть разная клиническая картина, когда поражение всех оболочек, либо локальное, локализованное с одной стороны, как при лептоменингите. Будет разная клиническая картина. На данный момент лечение предлагается глюкокортикостероидами из расчёта 2 мг на килограмм в сутки, из расчёта из преднизолона. Но на самом деле более углублённое отношение к этому неврологов, наверное, внесёт свои изменения и будет скорректирована в дальнейшем терапия, потому что для амиостении необходимо назначение антихолиностеразных препаратов, для гиенобаре разумно начать с посмофереза. Вот, собственно говоря. Поэтому в зависимости от разных патологий неврологических и будет несколько скорректированное лечение. Хотя, да, назначение – это глюкокортикостероиды и иммуноглобулины, плазмоферезы, иммуносупрессоры. Разрешите представить клинический случай. Пациентка, которая находилась на лечении в медицинкологии Минипетрова, 33 года, с диагнозом нехошкинская бета-клеточная лимфома, она первично резистентная. Пациентка лечилась с 21 года, но у неё приключился неврологический эпизод в её истории болезни длительностью не более двух недель, но потребовал от нас коллегами ежедневного внимания, дифференциальной диагностики, ввиду того, что клиническая картина развивалась очень быстро. Пациентка получала в течение практически 9 месяцев неволумап. Ей повезло, и она в конце августа поступила на гематологическое отделение для продолжения обследования и выбора тактики дальнейшего лечения. Но у неё появилась общая слабость, потливость, повышение температуры до 38 градусов, после чего развился впервые в её жизни генерализованный судорожный припадок. В дальнейшем наблюдалось повышение температуры, присоединились чувствительные нарушения, координаторные нарушения, жадкость походки, психоорганический синдром. Она была тревожная, беспокойная, с нарушениями сна. Появился тремор в руках такой выраженной, что он ей мешал в самообслуживании. Умываться, чистить зубы было тяжело. Нарушилась походка, присоединилась общая мозговая симптоматика, головные боли, мингеальные знаки. Всё это потребовало обязательного обследования. Учитывая температуру и общую слабость, пациентка изначально обследовалась и было проведено для поиска инфекции КТ головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза. Нигде никакой патологии обнаружено не было. Было выполнено после судорожного припадка МРТ головного мозга с контрастным усилением, но было без патологии. По результатам ликвара повышение цитоза до 34 на 10,6 на литр, повышение белка, напомню, до 0,3, 0,6 грамм на литр. При этом показатели глюкозы были в норме. Ликвар в основном был представлен лимфоцитами на 97%, и опухолевых клеток обнаружено не было. Учитывая нарастающую неврологическую симптоматику, цитоз, был заподозрен сирозным ненгит, и пациентка проконсультирована с инфекционистом больницы Боткина. Инфекционист предположил, засомневался в нашем диагнозе, предложил пациентку обследовать дальше, на наше счастье. Она была повторно пропунктирована, и отмечили увеличение цитоза до 67 на 10,6. Также он был представлен лимфоцитами. При этом опухолевые клетки бета-лимфоциты отсутствовали, и обнаружены были активированные Т-клетки и моноциты. Белок нормализовался. Также анализы на ПЦР, наркогерпеси, бактериологический посев – все было отрицательно. И предположили, что у пациентки это иммуноопосредованное осложнение, и дальше возник вопрос, какое же... Было повышение цирреактивного белка, прокальцитонина изначально, которое постепенно снижалось динамики. И был вопрос, какое же осложнение – это энцефалит или все же асептический менингит. И за одну патологию, за другую было достаточно факторов. И дезориентация испутанной сознания, и судорожный синдром, характерный для энцефалита, и повышение белка, характерное для энцефалита. Также отсутствие все же вирусов и бактерий, и активированные Т-клетки говорили в пользу опять энцефалита. Но в пользу менингита была и общемозговая симптоматика, менингиальные знаки, и дальше по обследованию МРТ головного мозга было утолщение твердой мозговой оболочки. Было предположено, что это все же иммуноопосредованный менингенцефалит. И согласно рекомендации NCCN, пациентка до того, как был установлен диагноз, она получала и противовирусную терапию, и противосудорожную терапию, и антибактериальную терапию. И только когда мы убедились в том, что все эти анализы отрицательны, и решили, что это иммуноопосредованный менингенцефалит, пациентка получала дексаметазон дозировки 16 мг в сутки внутривенно в течение 5 дней, на чем нормализовалась у нее температура и регрессировал неврологический дефицит. Сохранялась какое-то время еще тревожность, и была постепенная отмена дексаметазона, уже в дальнейшем она оставлена была на амбулаторное звено. В дальнейшем она наблюдалась неврологом по месту жительства и старалась соблюдать рекомендации, которые ей были даны, делая МРТ головного мозга контроль, где уже не было никакой патологии, электроэнцефалограмму, консультировалась с офтальмологом. Представила удачное развитие событий и данного клинического случая за счет того, что была действительно мультидисциплинарная бригада, мы работали все вместе, и довольно быстро нам удалось определиться с диагнозом и с терапией, и все имело хороший результат. Спасибо за внимание.